МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новое время проверяет на прочность привычный миропорядок, меняет наши способы общения и познания мира. Жесткой ревизии подвергаются финансовые и экономические модели, институты семьи, церкви, школы, социальные системы. Проверку выдерживают далеко не все. Если взглянуть на мировую историю графически, она будет похожа на гигантские волны, сменяющие друг друга. Только недавно господствовала волна глобализации, и все только говорили о полном стирании экономических, финансовых, информационных границ. Однако грянул глобальный финансовый кризис, который подвел черту под этим этапом. И сейчас поднимается другая волна – поляризация. Мы видим ее в геополитике, в глобальной экономике. Чувствуем, как повышается температура противостояния между крупными державами, и вместо интеграции идет отказ от членства в экономических объединениях. А вместо снятия торговых барьеров разворачиваются торговые войны глобального масштаба. 21 век показывает, что глобальные вызовы и угрозы, социальные и экологические техногенные никуда не исчезают. Эксперты в Совмирно-экономическом форуме выделяют три тренда на ближайшие 10 лет. Первое – неравенство благосостояния, второе – социальное расслоение, и третий – рост экологических угроз. Колоссально выросла социальная поляризация. Один процент людей на Земле владеет 50% мировых богатств. По данным ООН, 14% Земли хронически голодает. От голода, вдумайтесь в эти цифры, в мире ежедневно умирает 24 тысячи человек. Число безработных уже приблизилось к 200 миллионам человек, что оно равнозначно населению таких крупных стран, как Великобритания, Франция и Италия, вместе взятые. Особенно высок в мире уровень безработицы среди молодежи – 13%. Поляризация касается и других сфер, в том числе этнических и религиозных отношений, идеологических взглядов. Национальное единство из декоративного понятия превращается в насущный, жизненно важный вопрос и нуждается в перезагрузке. Наша страна всегда была сильна тем, что периодически пересматривала свою модель общественного согласия, какой бы прочной и универсальной она ни казалась. Но сейчас мы видим не просто обычную ревизию. Можно говорить о том, что Казахстан вступает в новую эпоху развития политики единства и согласия. И символической вехой вывода казахстанской модели общественного согласия стало обращение президента Нурсултана Назарбаева к народу «Пять социальных инициатив», озвученное на совместном заседании Палат Парламента страны. Это просчитанная, как всегда, программа. Это рациональный и вместе с тем оптимистичный проект на благо народа. Я убежден, процветающий Казахстан – это прежде всего уверенные в себе люди, чувствующие защиту, поддержку и заботу государства, отвечающие ему взаимностью и патриотизмом. Все пять инициатив бьют в одну цель – укрепить единое социальное пространство в стране. Это далеко не случайно. Во всем мире сейчас наблюдается повышенный интерес к проблеме социальной справедливости. Всемирная лаборатория экономического неравенства детально исследовала этот вопрос и выявила, что неравенство в доходах и имуществе непрерывно растет. Есть две стратегии, чтобы развернуть этот негативный тренд вспять и снизить социальное неравенство. Первое – перераспределять национальный доход за счет налоговой системы. Второе – расширять доступ к социальным возможностям, чтобы все граждане могли реализовать себя. Казахстан комбинирует оба эти направления. Я уже давно их обдумывал, этот шаг. Но нам надо было накопить силы и средства. И вот время, кажется, подошло. Время предпринять конкретные усилия по укреплению дальнейшему социального единства нашего общества и сделать это через масштабные социальные проекты. Государство идет на это по существу на кардинальные меры. Идея «Казахстан – наш общий дом» должна наполниться новым осязаемым смыслом. Если говорить о перераспределении национального дохода, то глава государства предложил снизить налоговую нагрузку для граждан, получающих небольшие доходы. Причем снижение будет кардинальным – в 10 раз. Со следующего года зарплат, не превышающих 25 МРП, будет взиматься налог по символической ставке – 1%. При этом сэкономленные средства, как подчеркнул президент, должны пойти на повышение зарплат. Таким образом, произойдет переток средств от государства гражданам с невысоким уровнем доходов. А их число, по предварительным оценкам, достигает 2 миллиона человек. Приоритетом программы является снижение налога для людей с малым доходом. Это даст им возможность развивать свой бизнес. Соответственно, отсюда пойдут и поступления налоговые в государство. От этого выигрывают в первую очередь и предприниматели. Они будут развивать свой бизнес, смогут поднять свой доход. И, следовательно, будет получать прибыль государство в виде налогов. Впоследствии уже, когда они встанут на ноги. Глава государства поручил правительству изучить возможности внедрения прогрессивной шкалы подоходного налога. Не только перераспределять национальный доход, а больше его генерировать. Эта инициатива главы государства направлена на расширение социальных возможностей. Так президент поручил увеличить микрокредитование, чтобы казахстанцы могли открывать свое дело. Другими словами, дать людям удочку, а не рыбу. Ведь каждый новый предприниматель – это ценный экономический актив страны. Ведь он не только содержит свою семью, но и создает рабочие места, производит товары и услуги, платит налоги. Я считаю, что Казахстан – это страна возможностей. После выхода на пенсию, я все-таки думал, на пенсию веду, чем буду заниматься. Начал теплицы строить. Это тепличное хозяйство меня заинтересовало. Я начал где-то с 56 от сотки. Вот за 34 года я евал до 2 гектаров. Государство субсидирует, мне помогает. То, что создаётся сейчас в Казахстане, под ущерб всем. Только не надо быть тунеядцем. Надо взяться за мелкий бизнес. Откройте, пожалуйста, аркмахерский откройте. Швейный сейх откройте. Тысячи-тысячи возможностей. Обрати внимание на то, чтобы у тебя использовалась вся плоскость напильника, а не только серединка. И движение по всей детали. Тогда у тебя будет заготовка, работа выполнена правильно. Ещё одна инициатива президента связана с поддержкой молодёжи, которая ещё только готовится избрать свой путь в жизни. Доступность образования имеет две ключевые составляющие. Первая – это возможность оплачивать учёбу. Сейчас почти треть студентов обучаются в вузах при помощи государства. Ежегодно оно выделяет 54 тысячи грантов. Но Нурсултан Назарбаев предложил выделить ещё 20 тысяч. Будут увеличены и размеры грантов. Примечательно, что большая часть из них пойдёт на технические специальности. Третья инициатива касается доступности, качества, высшего образования. Мы увеличиваем число грантов более чем на треть, особенно по техническим специальностям. Здесь у нас как раз есть дефицит. Мы вводим новые предприятия, осуществляя индустриализацию, а там нужны кадры. В последние годы все захотели быть юристами, экономистами, их уже подготовлено у нас достаточно. Наше образование в стране с каждым годом качественно растёт. Поэтому логично, если абатюриенты и казахстанцы сделают выбор в пользу именно казахстанских вузов. Казахстан взял курс на технологическую модернизацию, на цифровизацию, а это возможно лишь при наличии высококвалифицированных кадров. Так что здесь мы видим и поддержку молодёжи, и одновременно создание платформы для новой экономики. Ведь конкуренция будущего – это борьба не капиталов и ресурсов, а знаний и навыков. Я поддерживаю мнение, которое гласит о том, что конкуренция в будущем будет не за капиталы, а за умы. Мы это видим и сейчас на примере банков, например, они бьются не за капитал, а за людей, в частности за профессионалов в сфере IT, это программисты, инженеры и так далее. Я думаю, что нам нужно идти в каждую школу, даже в каждый садик, и объяснять людям, независимо от их специальности и профессии, о том, что есть ключевые технологии, они помогают целым отраслям трансформироваться, компаниям и государствам быть конкурентными. Повсеместное внедрение роботов и искусственного интеллекта – это огромные возможности для бизнеса и столь же огромные риски для наёмных работников. И стало быть, новый фактор для роста социального неравенства. Например, в США сделали прогноз, что в ближайшие два десятилетия из-за роботизации могут сократиться почти половина всех рабочих мест. Но если взглянуть с другой стороны, открываются безграничные возможности для тех, кто занимается созданием и внедрением новых технологий искусственного интеллекта. Чем станут инновации, угрозы или шансы? Зависит только от нашей готовности. Поддержка в Казахстане технического образования эту готовность повышает. У меня профессия автоматизации управления, КИПИА. Я будущий электромеханик. Эту специальность мне предложил мой отец, так как он сам тоже инженер-механик. И когда он работал, мне нравилась его работа, то есть он показывал что да как. Я осваивала материалы, узнавала что-то новое для себя. Электромеханик – сложная профессия для девушек, мне кажется, но я хочу доказать, что я тоже могу работать в этой сфере и стать тоже как мой отец. Еще одно условие доступности образования – это возможности для студентов найти жилье в других городах. По поручению главы государства, в стране развернется строительство студенческих общежитий такого масштаба, какого еще не было в истории независимого Казахстана. К 2022 году должно появиться не менее 75 тысяч мест в новых комфортных домах студентов. Наше учебное заведение уже существует и обучает молодежь 45 лет. Выпустили мы более 45 тысяч студентов. И вот такой подарок для наших студентов – это будет большим сюрпризом, потому что очень много студентов обучается с села у нас, с районов приезжают. И, конечно, им лучше быть и учиться рядом с колледжем и иметь свое место в общежитии, чем снимать квартиру. Государство поддержит строительство не только общежитий, но и обычных домов. Это, безусловно, улучшит социальное самочувствие общества. А инвестиции в строительную отрасль подтягивают целый комплекс других сфер – от транспорта до производства стройматериалов. Президент предложил формулу 7-20-25. Она означает, что каждый казахстанец сможет получить ипотечный займ на срок до 25 лет по ставке 7%. При этом первоначальный взнос составит не более 20%. Таких уникальных условий у нас никогда еще не было. Первая инициатива открывает новые возможности приобретения жилья тем, у кого его нет. Решает проблему доступности жилищной ипотеки. Мы все хорошо понимаем значимость жилья для благополучной жизни. Поэтому я и поставил эту программу на первое место. Особо важно, что возможность ипотеки по новым условиям получит каждый работающий казахстанец. Мы все посчитали. Двухкомнатная квартира 50-60 квадратных метров, чтобы его получить и рассчитываться по ипотеке. Если двое работают, это будет очень малая нагрузка для семейного бюджета, который сможет обслужить теперь продленную на 25 лет дешевую ипотеку. При этом первоначальный взнос не будет превышать 20%, тогда так рано было до 50%. А это миллионы наших граждан. Особенно молодые семьи, молодежь, которая начнет работать и сможет приобретать жилье по этой программе. Та реформа, которая сейчас будет проводиться в нашей стране, она вызвала поддержку простых людей, которые не имеют возможности приобретения сейчас и сразу жилья. Эта реформа важна не только для конкретных людей, но и для приобретающих жилье. Она создает импульс в развитии экономики нашей страны, так как строительство, оно должно обеспечиваться и инфраструктурой, это и новые рабочие места, это и сфера услуг, и логистика, и прочие составляющие. Под эгидой проекта Туган-Жер во всех регионах развернуты социальные и благотворительные акции. И уже есть наглядные результаты в виде отремонтированных и новых школ и детских садов, стадионов и спортплощадок, парков и аллей. Это искренний вклад меценатов, волонтеров разных возрастов и национальностей. Всех их объединяет любовь к малой родине. Я очень рада, что родилась и выросла в Республике Казахстан. Моя семья из депортированных корейцев, которых когда-то в 30-е годы радужно приняла казахская земля. Я очень горжусь тем, что живу здесь, на Магастау, где близко с Писковым морем и терпкий запах полыни ни с чем не сравнишь. Очень рада, что для молодых специалистов в Казахстане созданы все условия для получения высшего образования, трудоустройства, множества возможностей и перспектив для реализации своих планов и для внесения огромного вклада в развитие нашего государства. Казахстан Туган-Жер это глубокое изучение истории и культуры своей страны. Организовываются краеведческие экспедиции, восстанавливаются памятники истории, новое дыхание получили краеведческие музеи. Тысячи школьников и студентов посещают интересные уголки своей страны и совсем по-новому видят Казахстан. Для многих природные красоты и исторические достопримечательности страны это настоящее откровение. Я сама родилась в Калмыкии. У меня папа Калмык, мама казашка. В то время учились получается в Калмыкии, медики. А в 92-м году после моего рождения мы вернулись обратно в Казахстан, Шимкен. Я на конкурсе основе стала молодежным послом Казахстана. В проекте ОБСЕ это был проект Швейцарии. Мы были в Базеле, в Бернии, в Женеве и показывали, разрабатывали молодежный законопроект для стран-участников ОБСЕ. С каждой страны был один представитель и мы с ними разрабатывали вот этот законопроект для молодежи, который был к нашему удивлению и радости был принят на официальной сессии ОБСЕ. Очень было много возможностей остаться в других странах в Европе или в России, например. Но я решила и я считаю, что это правильно остаться, вернуться обратно в Казахстан, в Шимкент и внести свой вклад для развития общества. Самые же притягательные объекты вошли в проект «Сакральная география Казахстана». По проекту «100 новых учебников на казахском языке» переведено уже 17 учебников, по которым занимаются в лучших вузах мира. От философии и социологии до психологии и экономики. Это уникальный доступ к мировой сокровищнице мыслей. А при помощи проекта «Современная казахстанская культура в глобальном мире» наша страна сама поделится с глобальной аудиторией своим богатейшим потенциалом. Таланты полиэтничного, многообразного, разноголосого Казахстана откроются миру. Дворец школьников посещает более чем 6 тысяч детей. Это большая-большая армия. Большая армия творческих, интересных, знающих, грамотных детей. Наших детей приглашают во многие страны. На фестивали, международные фестивали. На одной площадке дети работают Польша, Германия, Франция, Испания. И вот буквально недавно на испанской сцене в Барселоне наших детей вот так объявили. А сейчас на сцену поднимаются дети Назарбаева, Казахстан. И настолько было приятно видеть наших малышей, которые являются проводниками мира, мира и согласия, красоты и искусства. Все то, что мы прививаем сегодня в нашем учреждении, в нашей стране, в нашем государстве. Ассамблея народа Казахстана приняла самое непосредственное участие в проекте «100 новых лиц Казахстана». Это яркие истории успеха людей самых разных национальностей, профессий и возрастов. На его первом этапе всенародным голосованием было выбрано 102 победителя. Среди них Владислав Трифонов из Актау. В 15 лет он потерял почти 99% зрения и стал инвалидом первой группы. Но парень не потерялся. Нет зрения, зато есть природный ум, сказал он сам себе. Поступил и закончил с отличием СПТУ, затем медицинский колледж и получает специальность юриста, создает собственную юридическую компанию и параллельно консультирует в пяти госучреждениях здравоохранения. А в 2006 году учреждает Общественный фонд по поддержке людей с ограниченными возможностями. Все сто лиц, которые стали финалистами, это действительно заслуженные люди. То есть они заслужили этот статус. Я был непосредственно на самой встрече президента со столицами. Очень много креатива, очень много идей у этих людей, очень много они сделали. И несмотря на какие-то обстоятельства или на какие-то жизненные трудности, эти люди добивались успеха именно в период становления независимости Казахстана и сделали большой вклад в его развитие. То есть я считаю, что 100 новых лиц Казахстана это является программа, которая показывает пример для подрастающего поколения, для молодежи. Для победителя проекта 100 новых лиц Казахстана Владислава Трифонова новая история не заканчивается, а только начинается. Он продолжает самосовершенствоваться, принимает активное участие в различных мероприятиях по повышению качества жизни людей с ограниченными возможностями и социально уязвимых слоев населения. Одна из современных концепций это государство социального инвестирования. Она призывает рассматривать социальные расходы как вложение в человеческий капитал. Иными словами, они должны быть направлены на повышение уровня образованности, стимулирование предпринимательства и трудовой активности. Наш учебный центр, где я являюсь учредителем, работает в дополнительной сфере дополнительного образования. Именно в обучении населения детей с 6 до 65 лет через наш учебный центр мы реализуем именно политику нашего президента трехязычия. Это наш семейный бизнес. Я когда прочитал статью, программную статью глава государства «Взгляд в будущее модернизации общественного сознания», у меня были такие огромные впечатления, что именно «Взглядом» современном мире только высокообразованный человек может стать успешным человеком. Поэтому если твой бизнес будет оказывать какую-то помощь в становлении успешности других людей, твой бизнес тоже будет продвигаться. И такой подход очень близок к тому курсу, который выбрал Казахстан. Это баланс между ростом социальных инвестиций государства и отдачей от них. Но главная его особенность в нацеленности социальных проектов на укрепление национального единства. Нурсулан Абишевич говорит «Единство народа Казахстана, что мы единый народ, что мы все вместе должны идти, двигаться вперед. Это можно неустанно говорить, потому что это тот именно фундамент, на котором строится независимый Казахстан. Нам надо созидать, нам надо творить, нам надо много работать. Об этом Нурсулан Абишевич регулярно повторяет». Такой подход является нашей абсолютной новацией. В нем и заключается суть казахстанской модели социального государства, которая создает возможность для людей всех, этносов и вероисповеданий. Мы также должны сделать свой прагматичный вывод. Я убежден, что глобальная этническая ситуация подтверждает правильность стратегии нашей внутренней политики. Мы никогда не разделяли граждан нашей страны в каком-либо отношении. Все эти годы моим императивом была единая консолидирующая политика для всего общества, для всех граждан и этносов без исключения. К социальному государству нового типа ведет не односторонняя дорога, а тесные взаимосвязи. Социальные инвестиции предусматривают не только расходы государства, но и вложение энергии, патриотизма, созидательных усилий со стороны каждого казахстанца. В конечном итоге это и формирует тот сплав, который мы называем социальным единством. Сильное яркое впечатление осталось, как вел сам Назарбаев. Доступным языком он объяснял, что он хочет для того, чтобы решить эти пять проблем. И проблемы очень важные. Второе мне впечатлила молодежь, фантастическая. Ну, я думаю, будучи Казахстаном в порядке с такой молодежью. Я в многих съездах, конференциях. Но я вот здесь два часа просидел, как одна минута для меня прилетела. И меня интересно слушал. Ну, и, конечно, в первую очередь, это что сам делал президент, как он комментировал, как он разъяснял, как он шутил. Вот это очень важно. Институт Ассамблея народа Казахстана мне очень понравится, потому что Казахстан это многонациональная страна, и, по-моему, очень важно, что у всех гражданах чувство, что они и граждане Казахстана, и у них есть другая идентичность, но это как русский, как кореец, как узбек, и что у них есть представительство, где они могут их идеи и их культуру представить. Замечательная ассамблея, которая действительно позволяет вести диалог межнациональный, добиваться мира, единства, понимания между людьми, живущими в Казахстане. То есть это прекрасно, что она была организована, и я думаю, что большая заслуга в ее работе в том, что в Казахстане сохраняется стабильность, мир, дружба между народами. Субтитры создавал DimaTorzok